Арест Павла Деяния святых апостолов, 21 глава, с 27 по 40 стих. Когда же семь дней оканчивались, тогда асийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места сего». Притом и Еленов ввел в храм и осквернил святое место сие, ибо при тем они видели с ним в городе Трофима и Фесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось течение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла вещь, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел везти его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику, «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал, «Ты знаешь по-гречески?» Так не ты ли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек-разбойников? Павел же сказал, «Я иудеянин, торсянин, гражданин небезызвестного Киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Размышления, часть первая. Обвинение Павла. Деяние святых апостолов, 21 глава, с 27 по 36 стих. Плану лидера Вирусалимской церкви не суждено полностью осуществиться, так как иудеи из Ас-И начинают сеять возмущение в народе. Они, как и опасались Яков со старейшинами, выдвигают против Павла ложное обвинение в том, что он якобы везде настраивает людей против иудаизма. Обвинения вызывают общественное негодование, и толпа готова убить Павла. В разгар событий появляются римские солдаты из ближайшего гарнизона и вызволяют Павла из рук толпы. Но не отпускают на свободу, а берут под стражу, сковав двумя цепями. Мы снова видим, какую цену платит Павел за то, чтобы остаться учеником Христа. Тюрьма, клевета, прочие несправедливости. Но все это он почитает за радость. Только бы распространялась Евангелие. С Павлом здесь обошлись в высшей степени несправедливо. И все же он не потерял выдержки. А как мы реагируем на несправедливость по отношению к нам? Давайте же не будем терять самообладание, но станем сохранять спокойствие, уповая на Господа. Размышления, часть 2. Защита Павла. Деяния святых апостолов, 21 глава, с 37 по 40 стих. Прежде чем выступить перед иудеями в защиту своих действий, Павел спрашивает у римского начальника разрешения обратиться к народу. Командир удивляется, что Павел знает греческий и ошибочно принимает его за непойманного до сих пор египетского мятежника. Павел рассеивает его заблуждение, сообщив, что он из Тарса, известного Киликийского города. Здесь он не ссылается на свое римское гражданство, о котором речь пойдет позже. Избитый, несправедливо обвиненный, Павел, тем не менее, с достоинством и спокойствием ведет себя со своими противниками. Тот, кто следует за Христом, будет ущемлен в своих правах, но это цена, которую мы должны быть готовы платить. В первом послании Петра 3.15 апостол требует от нас всегда быть готовыми защищать свою веру перед окружающими, скротостью и благоговением. Павел дает нам хороший пример того, как вести себя перед лицом несправедливых обвинений. Молитва. Дорогой Господь, дай мне мудрости и разумения, чтобы разъяснять Евангелие неверующим и делать это с миром и кротостью, даже под давлением. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...